МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дайте мне свой автохлам и получите два варианта на выбор. Отремонтировать его на заработанную сумму и оставить себе. Или утилизировать, забрав деньги. Я уничтожу все стереотипы и не только их. Я уничтожу все стереотипы и не только их. Сегодня я еду к Дмитрию Ефремову, который оставил заявку на участие в программе «Утилизатор» на сайте телеканала ЧЕ. У него Москвит 408-й. 1973-го года. Цвет небесно-голубой. Автомобиль в рабочем состоянии, только небольшие проблемы с движком, как пишет наш герой. Но, судя по фотографиям заявки, проблемы там не только с движком. Я думаю, там есть над чем поторговаться, поэтому стартуем! Вот это кроссовчик! А это он? Что за номера у него какие-то странные? Ну-ка, то, что надо. Давайте звонить. Алло! Здравствуйте! Алло, здравствуйте! А я вот машину приехала вашу красивую синенькую смотреть. Да, да, продается. Вы сможете выйти показать более подробно? Хочется покататься на ней. Насчет проехать не знаю, но да, с удовольствием спущусь, покажу. Все, давайте, жду вас у машины. Тык-тык-тык-тык! Дворников нема! У этого деда поворотники тут, вот тут, вот тут и вот тут. Без гнильцы, конечно, не обошлось. И без гермитоса не обошлось, но зато, наверное, течет. Шалон, конечно, барахолочный. Ммм, а номера какие, как будто только сделанные. Ой-ой-ой, Санечка, ты снимаешь? Ну, гля, какая красивая машина! Давай, сделаем облетик, давай. Ну-ка, шиви блеск, да красота! Я считаю, надо брать! Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы Дима? Дима. Дмитрий, когда подошел к машине, я вообще подумала, что американец какой-то, что ли, у него внешность такая какая-то зарубежная, ну, так скажем, заграничная. Но потом оказался достаточно милый, скромный парень. Я Настя, ведущая программу «Утилизатор» на телеканале Че. Как-то где-то я видел раньше Настю, мелькала то в одной соцсети, то в другой. В общем, конечно, создана известная, знаменитая, медийная. Это ваша красотка, да? Да. Блин, ну выглядит прям вообще очень круто. Стоимость какая у него? Я хочу 100 тысяч, объявление я там написал. Подождите, то есть вы не ошиблись там нулем, да, не 10 тысяч рублей? Нет, нет, абсолютно нет. 10 тысяч рублей – это прям хорошая цена для данного автомобиля, я думаю… Нет, я сейчас не знаю, почему так мало покупателей, да, нет, 100 тысяч. Ну, я понимаю, вы, конечно, делаете акцент на то, что это рарикетный автомобиль. Да. Но состояние его, ну, честно сказать, так себе. Нет, это из-за пыли. Если протереть, то он будет блестяще красивый, почти как новый. 10 тысяч рублей, если равно цена красная. Нет, нет, она засияет. Ладно, ну 35, вот это прям потолок, это изложение. 35, я буду кататься в соседний двор, в магазин и обратно. Она вообще на ходу? Когда-то она была на ходу, что если сейчас происходит, я не знаю. Да, летала, летала, ну да, давно, наверное, больше 10 лет назад. Потом уже ездила, потом ползала, ну, передвигалась еще лет 5 назад точно. 5, 6, 10, может быть, 50? Это когда она только с конвейера вышла? Можно уточнить? Ну, гонял же, я душой не покривил. А вот здесь вот явно кто-то скакал, да? Возможно. Вы заметили, тут такая как бы небольшая мятинка, да? Я всегда думал, что это какие-то придают аэродинамические характеристики улучшные. Я уже лепил на ходу, что аэродинамика, что раритет, все просто уже, все, что было в голове, все выходило из меня наружу. Какие вообще нарекания по машине, помимо того, что здесь хлам полнейший, да? Собственно, максимально все наглядно. Собственно, я вижу, да, что здесь прям требуха-требуханская. Приборка куда-то у нас здесь почему-то мимо торпеды на вате держится. Опа, это что, рычаг? Это что за рычаг такой? Ядрить, колотить? Я, кстати, раньше ни разу не сидела в 408-м, уж тем более не ездила на нем, и столько рычагов ни разу не видала. Ручничок! Это на поворотах держаться. Давайте так, чтобы мы не ходили вот вокруг да около, да? Да. Сейчас я вот вам даю цену в 40 тысяч рублей, и я не лезу под низ, не смотрю, как она там запускается или не запускается. Нет, 40 тысяч мне вообще не устроить никак. Я уже почти потратил эти 100 тысяч. Отлично, все, идет не по плану. Вот моя цена, ты вот слышал. Если мы сейчас не сторгуемся, то придется расходиться, что делать. Надо скидывать. Надо. Сотка это космос. Не, ну, возможно, сотка это много, да, я немножко загнул. Сейчас я присмотрелся, понял, недочеты явные. Ну, тысяч 30 я, наверное, могу скидывать. 30? Да. Первоначально вообще не хотел торговаться ни на каплю. Ну, после всего того, что Настя мне поведала об этом агрегате, я понял, что торга не избежать. Ну, и чтобы долго с ней не волындаться, я решил скинуть сразу 30-ку. Наконец-то, наконец-то я продавила этот неподъемный шкаф. Ну, что, тогда, Дмитрий, прошу сюда, мне все ясно, а я иду вот сюда вот, для того, чтобы поднять ее и взглянуть, что же там. Под машину не заглядывал вообще ни разу. Все, Санечка, все, снимай, все, можно, подглядун ты, мой хороший, пойдем смотреть. Что там у нас есть? Да, Дмитрий? Ты собираешься лезть вниз под машину? Ну, правильно, ты догадался, верно? Я. Тебе помочь? Да нет, сама справлюсь. Окей. Не впервые. И, опа, теперь должно поместиться. Опа, опа. Как четко, Димас! Ты в курсе, что ты вообще тут бывал под нищим? Я нет ни разу. Закиси азота там не видно? Закиси азота, да? Да. Было бы неплохо. Так, слушайте. Днище обработано по же самым. Я прям удивлена. Видимо, прям 50-летним сальцом. Короче, я даже не знаю, до чего докопаться, потому что, блин, состояние прям шик. Просто белиссимо. Я смотрю днище, я смотрю подвеску. Просто не до чего докопаться. Только если вот до вот этой вот тормозной трубки. О, Дима, слушай, тут беда. Это не беда, это тормозные шланги. Так там, понимаешь, в чем дело-то? Они у тебя текут, из-за этого они обмотаны скотчем. И это прям плохо. Е-мое, блин, вот это я залезла. Больше придраться не к чему. Димас, вот на самом деле днище и огонь у тебя. Но вот это вот, смотри, как ты считаешь, это огонь. Тут все в масле. Я, конечно, понимаю, тачке 50 лет. Но вот это... Не кетчуп? Не кетчуп. Попробуешь? Нет. Слушай, ну я тут, конечно, уже и 40 не могу дать. 30 прям, наверное, это потолок. Давай еще скидывай, давай, скидывай еще нормально. Еще прям чуть-чуть могу скинуть. Когда еще максимум 5 тысяч откидываю, ниже 65 вообще опуститься никак не могу. Это какой-то психологический минимум, ниже которого я не готов был. Я лучше сам в нее вложусь. Душнево. Мне она уже начинает нравиться. Я подумал, что за эти деньги я ее уж точно отремонтирую, отреставрирую от Шаманя. Я-то пошла, было приятно познакомиться, потому что мне такая цена не устраивает. Хотя, конечно, очень она мне так нравится. Слушай, ну я не могу больше предложить за эту машину. Итак, много дала, да? Но зато я могу предложить тебе игру «Повезет, не повезет». Где ты можешь забрать 100 тысяч рублей за свою машину, то есть свою первоначальную ставку. Без торга. Но, слушай правило внимательно. Мне будет ровно 15 минут для того, чтобы запустить этот автомобиль и проехать на нем круг. Если у меня получается, и я укладываюсь в это время, то я забираю машину по своей цене. За 30 тысяч рублей. Это край. Но, если у меня не получится, то я не укладываюсь во время, зато ты укладываешься в свои 100 тысяч рублей и забираешь. Готов? Да, да, да. Давай пятюню. Так, Димас, смотри, 15 минут. Таймер держи, но пока не нажимай. Из спальни доносится Димас. Хочешь сотку, помогай мне скорее. Я за сотку все, что угодно. Да, да, давай, давай, давай. Друзья мои, запускать автомобиль, который стоял долго, а судя по всему, очень долго, нужно правильно. Если вы давно не пользовались автомобилем по назначению и вдруг решили запустить двигатель после длительного простоя, то рекомендую сделать следующее. Первым делом проверяем состояние аккумулятора. Либо просто подзаряжаем его, либо просто меняем на новый. Второе. Проверяем уровень и состояние технических жидкостей. Для начала, масло в двигателе. Если вы видите, что масло черное, густое, с наличием отслоения и сгустков, лучше заменить его перед запуском мотора. Следующая. Тормозная жидкость. Тоже требует внимания. Если автомобиль стоял больше года, то тоже рекомендую поменять. Далее охлаждающая жидкость. Нужно проверить хотя бы визуально. Откручиваем крышку и смотрим. Если на поверхности жидкости образовались хлопья, то следует ее слить и поменять на новую. А тут хотя можно было бы и просто давить. Топливо. Если машина долго стояла, то в идеале сливаем старый бензин и заливаем новый. Ну, или на крайний случай хотя бы плеснуть свеженького литров 10. И это только основные технические жидкости, которые нуждаются в проверке. Обязательно проверяйте наличие и состояние жидкости в гидровусилителе руля, в коробке передач, в редукторах и в других системах. В общем, все, что есть в комплектации вашего автомобиля. И третье. Визуальный осмотр элементов под капотом автомобиля. Осматриваем все резиновые патрубки и шланги на предмет трещин. Обязательно проверяем свечи зажигания. Если они пришли в негодность, то, конечно, их лучше поменять. А если состояние удовлетворительное, то быстренько ставим назад и бежим запускать мотор. Не стоит долго крутить стартером. Если за 10 секунд движок не запустился, тогда делаем паузу. А, а если у вас карбюратор, то нужно подкачать бензонасос. А теперь запускаем. Ю-ху! Получилось! Ну что, Димас, включай! Я поехала! О, точнее, побежала. Сейчас мы пошли. Я очень надеялась, что она запустится. Менять жидкости, конечно же, я не буду. А вот бензинчик новенький плеснуть надо. Водички под дольем. А ты как бы шаришь? Как бы да. Ты меня что, да давай не отвлекай меня, чтобы занята, отойди, мужчина. Я хотел. Тут женщина работает. Так, опа, ага. Быстрейка, быстрейка, быстрей. Аккуратней, не сломай там ничего. Тут ломаться нечему. Все дубовое. Опа, ядрить, холодить. Так, так просто. Так, значит, нам нужно приснуть свеженькое бензин. Но в баке там может быть все, что угодно и много. Извините за выражение. Вот, поэтому будем идти по короткой траектории. У нас здесь есть насосик. Так, Санечка, снимаешь, смотри. Опа, и ничего не течет. Так, все, бегу. Опа, вот это вот. А что, зачем сюда вот это колхозит? Да, мы сразу напрямую. Опа, е-мое, как родной. Зашел как себе домой. Лучше, конечно, снизу, но шланга недостаточно. Ладно, будем пробовать вот таким вот макаром это делать. И, опа, водичка есть бензиновая? Давайте попробуем. Так, а что тут? А где замок зажигания? Е-мое, это что? Это что, это как замыкать отверткой надо? Извините. Там да, там есть нюанс. Вы мне не сказали про это? Нет, замок зажигания топ, конечно, просто. Для воришек лучшее решение. Личинка, туда любую отверточку минусовую раз, провернул и ехай. И ехала бы она еще, конечно, куда-то, да? Так, ну по всей видимости, вот он, замочек наш зажигания, да? А если вот так? О, о, фигачки! Я, значит, бензинная раз, тын-дын-дын, не получается. Блин, ну, крутит, слушай. Деван, а я что не поняла, новый аккумулятор, что ли, подзарядился? Аккумулятор новый купили в надежде хоть что-то еще как-то ее реанимировать, попробовать завести. Старый был убит наглухо. Слушай, Лизак, что не так? Давай свечи смотреть. Апачки. Зажигание-то давно вообще проверял? Да, давно. Короче, понятно. Опа. И опа. Ага, все понятно. Ё-моё, бензини все. Свечу выкручиваю, смотрю, а она вся залитая. Так. Тяжелая артиллерия выходит на работку. Так, сейчас нам нужно, короче, все свечечки прокалить. Так хорошенечко. Ядрить колотить спокойно. Главное, не около волос. И не около ресниц это делать. Короче, чтобы... Да ядрить колотить ты. Так, стакс, тихо. Так, пока горяченькая. Быстренько сюда. Раз. Следующие тоже. Быстренько проколемся. Так. Затяжка. Затяжечка. Опа, 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 опачки. Главное не перетянуть, а то потом... Так, есть. Есть. Так, все. Где мой ключ? Все. Опа. Быстрее, Настюна, быстрее. Все, аккумулятор ухода. Мам, все не так. Все не так. Включите. И вот так. Быстрее, быстрее. Скорее, Санечка, ну ты снимай, ну не мешай. Ну, что ты? Я валяюсь. Давай, родной, давай. Ну, схватывай. Ё-моё. Это уже интересный заход. Мустер тут, походу, лишний. До свидания. Что-то мне подсказывает, что там у тебя компрессия, Дима, где-то на дне стучит нам, говорит, мы покинули чат, Димас, скажи ей. Пусть время девчонка не тратит. А ты все молчишь и молчишь. Я этого вообще как бы не исключаю. Дима, что такое компрессия, можешь рассказать вообще? Не исключает он там. Смотри, по физике, я тебе, знаешь, что, я тебе что-то компрессия расскажу. А тут мы еще про механику сейчас говорим. Понятно, Димас, давай. Всего хорошего. Следи за временем. Сколько там у меня еще? Минута через 7 есть? 7 есть? 5. Блин, вот это слушать я, конечно. Если что, там помочь, подержать, подсобить. Помолчать. Советом. Ага, сейчас. Дим, пожалуйста, сейчас вот самое время помочь. Садись, чуть-чуть покрутишь, вот держи тебе ключ универсальный. Я скажу, когда. Сначала бустер под ключом, потому что у меня сейчас нужен. В твоем арсенале столько всякой чепухи. Чепухи. В смысле, мы реанимируем эту. Ой, чепуха, я и сказала, кто здесь. Заталки высокие. Да не буду обзываться. Сейчас мы вставляем вот сюда. Так, где тут у нас? Опа, дырочка. Дырочка найдена. Опа. Погнали. Да? Давай. Опа, 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 опа. Все, стоп, 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 стоп. Ага, слушай, Димас, дружище. Два компрессии, это типа не два в школе. Это прям хуже. О, Настюха, время заканчивается. И компрессия фиговенькая. Чем порадуешь? Походу, моя песенка спета. И, собственно, двигателя твоего тоже. Придется засчитать поражение. К сожалению, не тебе, а мне. Конечно, возвращаю ключик. Поздравляю. Сотка твоя. Уверенно зашел просто. Я, конечно, не жалею, да? Машина классная. Я очень надеюсь, что у меня дальше судьба еще будет интересная. Так, ладно. Давай на викторину. Напомню на всякий случай правила тебе и нашим дорогим зрителям. 80 тысяч рублей он сможет заработать на викторине. Дополнительно к своей несгораемой сумме 100 тысяч рублей за этот автомобиль. То есть она уже никуда не денется. У нас будет сначала три легких вопроса с вариантами ответа. За каждый правильный ответ он сможет получить 4 тысячи рублей. Вы, кстати, тоже отгадываете, потому что дальше вопросы уже посложнее. От четвертого до девятого также с вариантами ответа, но там уже ставка 8 тысяч рублей. И в конце вишенка на торте это десятый самый сложный вопрос стоимостью 20 тысяч рублей. Итого, если сможешь на все ответить... Ого. Увезешь 180 косарей. Садимся в мою ласточку и погнали. Дим, расскажи, пожалуйста, вообще историю данного автомобиля. Он у вас появился в семье в 73-м году, да? Да, да, в далеком, в далеком 73-м году. Ее когда-то купил мой дедушка по отцовской линии. Катались всей семьей на дачу с дачи, куда только на ней не ездили. Позже она перешла моему отцу по наследству. Он же на ней рассекал. Он даже, когда женился, на моей маме, приехал на этой машине к маме на свадьбу. Вау, ну так, а ты? Позже я на ней учился водить. Это были какие-то школьные годы. Дерви мои шаги. Первый сел за руль, папа, конечно, нервничал больше меня. Куча советов справа-слева, как чего держать, куда как крутить. И вот твоя семья, когда узнала, что ты собрался на утилизатор, как они вообще отреагировали-то, что москвича-то скоро не будет? Мы это обсуждали, обсуждали с ними. Ну и родители вроде как не против. Вроде как. Вот это уже интересно. Ну, расскажем попозже. А сейчас предлагаю перейти к викторине. Что сделал со своим автомобилем герой комедии Халлоп, когда перевоспитался? Варианты будут? Конечно, да, у тебя будут варианты. А. Продал другу. Б. Подарил автоинспектору. В. Утопил в реке. И. Г. Отправил в космос. Что-то у него там типа корвета было, да. Вот. Да, и он вроде как в конце фильма что-то переосмыслил. Понял, что надо отказаться от всего мирского. И, по-моему, он, да, он презентовал гаишнику, да. Дима, это правильный ответ. Я тебя поздравляю. 4 тысячи рублей твои. Видим дальше второй вопрос. Какой немецкий автомобиль получил в народе прозвище «сырок»? А. Ауди РС. Б. Мерседес Бенз С-класс. В. Вольсваген Чирока. И. Г. Все вышеперечисленные. Это вопрос непонятный. Какую машину называли «сырком», какую там называли «творожком». Мне кажется, это Вольсваген. Просто наобум лятнул его. Вольсваген. И это правильный ответ, ё-моё. Второй вопрос из ещё 4 тысячи рублей. Уже 8 у тебя? Ну ладно, ладно, едем дальше. Третий вопрос. Закончите цитату немецкого автогонщика Вальтера Рёрля. А. На автомобилях хороших гонщиков мёртвые мухи есть даже на… А. На лобовом стекле. Б. На боковых стёклах. В. На заднем стекле. И Г. На переднем номере. Ну, на лобовом стекле, на переднем номере могут быть не только у гонщиков. Угу. Пусть будут боковые стёкла. Б. Боковые стёкла. Да, это Б. Боковые стёкла. Честно сказать, я не знаю, на каких соревнованиях он ехал, но я знаю правильный ответ. Этот ответ – Б. Боковые стёкла. Едем дальше. Вопросы лёгкие закончились, Димочка. Лёгкие закончились. Впереди чуть посложнее. Четвёртый вопрос. Как называется труба прямоугольного сечения, которая проходит через переднюю и заднюю часть кузова? В машинах ты не очень. Очень, не очень. Очень, не очень. Но варианты ответов есть, поэтому гадай. А. Нервюра. Б. Клаксон. В. Лонжерон. И Г. Гравюра. Единственное, что я знаю, понимаю, может быть, это лонжерон, несущая какая-то конструкция. Ну, в принципе, знаешь, ты плохо разбираешься в автомобиле, конечно, да? Но не настолько плохо, чтобы ответить сейчас неправильно. Поэтому ты ответил правильно. Молодец, поздравляю. 8 тысяч рублей ты забираешь. И мы едем дальше. Пятый вопрос. Твик. Автомобильное детище совместного производства Германии и Швейцарии, который выпускается с 1992 года и по наши дни. Это демогибридный автомобиль, который может двигаться благодаря энергии электромотора, а также энергии... Варианты ответов. А. Человека. Б. Солнце. В. Ветра. И Г. Навоза. Я понятия не имею, что это такое вообще, поэтому сейчас просто наобум буду. Пусть будет солнце. Вся машина сделана из одной большой солнечной панели. А если дождь? А если дождь, то мы едем на батарейке. Вариант Б. Солнце, да. Название гибридного автомобиля «Твайк» состоит из слов «Твин» – двойной и «Байк» – велосипед. Этот автомобиль может двигаться либо благодаря электромотору, либо человеку. В салоне установлены педали, крутя которые, можно заставить 246-килограммовую машину ехать. Это неправильный ответ, но правильный ответ – А. Человек. Тут, увы, ах, денежки твои улетели, не к тебе, а ко мне. Да ладно, остаются пока в шоу, мы продолжаем. Вопрос номер 6 будет про знания ПДД. Давай. Я сейчас тебе даю картинку, ты смотришь и даешь ответ. Итак, вы намерены произвести разворот на переклёстке по круговому движению. Какие указатели поворотов необходимо включить перед въездом на переклёсток? Вариант один – правого поворота. Вариант два – левого поворота. Всё, два варианта. Нет, ещё есть. Аварийку включай. И вариант три – включать указатели поворота нет никакой необходимости, Дим. Вот, этот мне нравится. Вот, думай. Так, я буду мешать тем, кто будет… Ну, в общем, у нас преимущество у тех, кто катается по кругу. Я бы включил левый поворотник. Всё, не знаю, это мой вариант ответа. Левый поворотник. Левый поворотник, да. Вариант ответа два – левый поворотник. Да, два – левый поворотник. Принимаю. И это прикол. Пипец. Это прикол, конечно, редкостный, потому что нужно включать правый поворотник. Правый, Димас, поворотник. Это первый вариант ответа. Ты облажался. Теперь бы узнать. Да, надо повторить правило. Въезд на перекрёсток с круговым движением соответствует повороту направо. То есть, как ни крути, ты не налево едешь, ты направо едешь. Соответственно, и включать нужно правый поворотник. Запомни раз и навсегда. Сегодня водительское удостоверение ты не получил. Одним из самых известных обладателем российского внедорожника Нива является Ральф Шумахер. Это, если что, младший брат Михаила Шумахера. По его словам, он приобрёл автомобиль для поездок в его загородный коттедж, а ещё для перевозки чего? Вариант ответа. А. Вина. Б. Лошадей. В. Велосипеда. И. Г. Наличных денег. Мне кажется, нет никакой необходимости таскать вино в внедорожнике. В таком внедорожнике. Наличные деньги, что-то тоже мне не нравится вариант. Приобрёл Ниву для перевозки... А, ба... Да, велосипеда, всё, велосипед. Велосипед, всё. Ральф Шумахер приобрёл себе внедорожник Ладо 4х4 для перевозки вин из своего загородного дома в собственный ресторан. К автомобилю прицепляется специальный фургон для перевозки вина, которое выпускается под собственным брендом Шумахера. Ответ В. Велосипеда. Это, конечно, может быть и похоже на Шумахера. Очень даже. Но винишко он любил больше по этому варианту. А вино он перевозил в Ниве. У нас впереди ещё вопросы. Восьмой, пожалуйста. На что в 2011 году правительство Великобритании выделило полицейским 3 миллиона фунтов, чтобы те качественнее расследовали ДТП? Варианты ответов. А. Алкотестеры. Б. 3D-сканеры. В. Радары. И Г. Жезлы. А. Б. Бобы. Как бы ответить? Вообще не понимаю, от чего отталкиваться. Только пальцем в небо. Пусть это будут жезлы. Я тоже логично. Ну, пытаюсь как-то логично всё это сформулировать. Возможно, в тёмное время суток плохо было видно инспекторов. Уверен? Ну, нифига, не уверен. Пусть будет так же. Внушительная сумма была выделена на внедрение 3D-сканирования для расследования ДТП. Закупленные для полиции наземные 3D-сканеры параллельно с лёгкими ручными, позволяющими работать в запкнутых и тесных пространствах, например, в салонах автомобиля, создают трёхмерные модели, которые дополняют друг друга и исключают неточности и ошибки при оформлении аварии. Это неправильный ответ. Неправильный ответ. А правильный вариант Б. 3D-сканеры. Что такое 3D-сканер, я не знаю. Я знаю, что такое 3D-принтер. Итак, мы переходим к девятому вопросу. Последнему, у которого есть варианты ответов. В нашем мире борющимся за экологичность становится крайне популярным использование биотоплива. Транспортное биотопливо на сегодняшний день существует в основном в виде этанола и биодизеля, производящихся из пищевого сырья. Этанол получают из сахарного тростника и из зерна, а биодизель из сои и рапса. А из чего же, Дмитрий, планируется добывать биотопливо третьего поколения? Варианты ответов. Вариант А. Из помидоров. Вариант Б. Из ракушек. В. Из какао-бобов. И Г. Из водорослей. Вообще, вот думать, наверное, не надо абсолютно. Надо лупить. Первое, что приходит в голову. Так. Значит, я могу ездить на шоколадке, питаться шоколадкой. Шоколадка делается из какао-бобов. Пусть биотопливо тоже делается из какао-бобов. Всё. Неважно, правильно это или неправильно. Биотопливо из водорослей. Основывается данная технология на том, что в водорослях в процессе роста накапливаются масла, молекулы которых имеют схожую структуру с обычной нефтью. При переработке водорослей топлива получается в 3,5 раза больше, чем из пальмового масла. В 5 раз больше, чем из сахарного тростника. В 8 раз больше, чем из кукурузы. И в 40 раз больше, чем из сои. Это неправильный ответ, как ты догадался. Не помидоры, не твоя шоколадка какао-бобовая. А правильный ответ, вариант Г из водорослей. Вот так вот, водоросли. Про водоросли я, конечно, лоханулся. У меня в голове уже засели какао-бобы, шоколадки, всё, от них было не отвертеться. И вот мы с тобой закончили 9 вопросов. Остался впереди 10-й, самый сложный. Но прежде чем мы к нему вернёмся, пожалуйста, расскажи мне всё-таки, чем закончилась история. Вот машина у вас была в семье, 100-500 миллионов лет. Дед её купил, когда она новая была. Потом батя ездил, потом ты ездил. В итоге решил поехать на утилизатор вместе с этой машиной. И твоя семья такая вроде бы обрадовалась. А вроде бы что? Мы её решили продавать, потому что она сейчас стоит без дела. Да, ценник задрали побольше с надеждой, что, может быть, её не купит никто. Может быть, через какое-то время всё-таки руки дойдут до ремонта. Мы всё-таки её восстановим, будем, наверное, кататься. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, этого не произойдёт. И она просто стоит мёртвым грузом. Всем нам терзает наши все умы. Смотри, если сейчас подумать хорошенько, ты сейчас заработаешь на викторине, заработаешь счёт своего задранного ценника. И вот эти деньги, например, может быть, до этого вам просто было жалко денег на этот москвич тратить. А сейчас вот есть возможность его восстановить и ездить. И вот всё-таки, блин, семейный автомобиль, столько историй с ним было. Кататься и пусть будет. У тебя будет время подумать над этим моментом про твой москвич. А сейчас время подумать над правильным ответом для десятого вопроса. Потому что викторина у нас заканчивается на самом сложном вопросе стоимостью 20 тысяч рублей. Готов? Да, нет, да. Понятно. Но в любом случае, готов ты или нет, вопрос. В 1978 году известный велогонщик Жан-Клод Рут решил установить рекорд скорости на велосипеде. В принципе, всё, что требовалось, это подходящая трасса и автомобиль. Так вот, что же должен был делать тот самый автомобиль? Рекорд по установлению скорости на велосипеде. Да. У нас, значит, получается рекорд по установлению скорости на велосипеде. Ба. Ну, всё очень логично, как всегда у меня. Всё понятно. Автомобиль, скорее всего, должен был разгонять... Велосипед? Велосипед. Тогда как-то, ну, ладно, так. Вместе с этим Жан-Клодом. Вандамом. Вандамом. Вот. Ну, это кажется логичным и очень простым. И настолько логичным и простым, что, возможно, это и неправильно. Автомобиль создаёт зону пониженного давления сзади себя. Или как это называется? Вот, а, вспомнил! Это называется воздушный мешок, который образуется сзади движущегося автомобиля. Велогонщик Жан-Клод Рут решил установить рекорд скорости, раскрутив педали велосипеда до 200 км в час. Всё, что требовалось, это подходящая трасса и быстрый автомобиль, на котором установлена специальная трапециевидная конструкция, создающая воздушный мешок, в котором будет ехать велосипедист. Увы, попытка установления рекорда предпринятая 23 августа 1978 года, окончилась ничем. На скорости чуть более 150 км прокололось заднее колесо. И так, Дима, спокойно не закапывай себя, потому что это правильный ответ! Это мой стиль! Да, это я! Вот это радость! Я выливаюсь! Молодец! Я шёл-шёл, и я пришёл! Вот! Я экономил силы на последний вопрос! Можно выдохнуть, потому что мы уже, собственно, на вопрос ответили и подъезжаем к нашему месту назначения. О, да! Прибежать! Прибежать! Опа, 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 опа! О, я и вот здесь вот подошла из-за ума! Что ты боишься меня? Уже мог бы привыкнуть! У меня два вопроса, два вопроса. Где мы находимся? И все ли отсюда выберутся живыми? Кто знает, кто знает? Главное, это уже финал! И, возможно, он будет яркий! Потому что я купила у тебя машину за 100 тысяч рублей! Всё правильно! 40 тысяч рублей ты заработал на викторине! Ответить правильно на пять вопросов! 140 тысяч того! Да, это круто! Кстати, а где они? Эй, эй, эй! Только не говори, что ты приехала без денег! А, вот же, ё-моё! Я всё подготовила, всё на месте! И вот! О, отлично! Здесь 140, не 150! Губу сильно не раскатывай! Это ты зарабатывал на это, если что, а не я! И сейчас я предложу тебе два варианта, и ты должен решить, что ты будешь делать со своим автомобилем! Первый вариант! Это утилизация! Вот я такую кнопочку тебе даю! Ты пока её не жмёшь! Если ты выберешь утилизацию, то забираешь 140 тысяч рублей, и собственноручно запускаешь процесс утилизации! Это не шуруди вот этой штукой! Я весь на нервах! Второй вариант! Это ремонт! 140 тысяч рублей можно потратить, представляешь, на восстановление машины! Сделать из него прям идеальную конфету! Давай, перенимай решение! Думай, думай! Думай лучше хорошо! У меня были разные мысли, я уже, да, склоняюсь к тому, чтобы, может быть, действительно отремонтировать! Сделать из него не ласточку, а прям орла! На самом деле, хорошая идея, кузов-то целый, а денег достаточно! Это... Это большая сумма, я... Я... Убери это! О, нет-нет, я не знаю, что мне делать, что мне делать! В общем, я прямо сейчас принимаю решение, прямо вот в данный конкретный момент. В общем, я прямо сейчас принимаю решение утилизировать машину. Да ё-моё! И забрать, да, да, предложенную тобой сумму. Да ё-моё! Я, конечно, очень расстроена, но никак повлиять на твоё решение я не могу. Да. Держи свои 140 тысяч рублей, давай, и запускай процесс утилизации. Сам? Ну да, это ж ты принял решение, я пошла пока переодеваться. Да то, теперь у меня есть денежки. Ух! Что-то так тяжело надушая мне сегодня. А ты счастливый! Я... Да-да-да, настроение моё вышло. Ладно. Моё дело маленькое, а именно сделать эту утилизацию яркое и эффектное. Ё-моё! Сюда! Сюда! Сюда скорее! Нормально, нормально! Давай скорее всё сюда! Так, вы готовы? Ребята, вы готовы? Хорошо готовы! Все на готове! Я тоже! Что, аж сердце колет! А-а-а! Всё, Барян, давай! Ты что, уже поломался, ё-моё! Так. Сюда! Опа! Нет, чётко! Так, ну что? О! Хорош! Так. Всё нормально, Барян, всё под контролем! Работает профессионал! Погнали! Это Настя Капкан! Димон! Что ж ты наделал, Димон?! Всё! Чётко! Крепко! Пошли вниз! Всё, Димон, сейчас всё состоится! Земля, прощай! Там тыр-пыр, всё, летучий корабль, лети! Надо свапнуть сюда мотор, чтобы было весело кататься, а то-то-то-сёк, это очень долго! Ща пойдет разрывная! И-и-и-и! Стартуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрое снятие двигателя СПАК! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамма-мия! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боится кровью и йогуртом. Всё чётко! Отлично! Стартуем! Это было «Смокшибательно». Деньги у тебя, кнопка у меня, тачки твоей больше нет, но было приятно посотрудничать с тобой. Будут ещё машины, обращайся. С вами была программа «Утилизатор» и я, Настя Думан. До свидания! Пока!